Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Именно так Сейрон и Ферит продолжают проживать свою жизнь в сериале. Сейрон продолжает свое любимое хобби-живопись. И Ферит думает о том, чтобы не отпустить Невру. Прежде чем начать видео, хочу сказать, что начало этой части можно увидеть в предыдущем видео на моем канале. Тем временем Кая приходит к Халису, чтобы поговорить о своей матери. Халис говорит, что не хочет говорить с Каей о Нукете. Кая говорит Халису, что его мать нуждается в своем отце и хочет опереться на него. Халис говорит, что злится, что его дочь Нукет вышла замуж за шахмуза и не простит ее. Кая винит в этом Халиса. Халис говорит, что сделал все, что мог, чтобы они жили хорошо. Кая говорит, что Халис не дал им ничего, кроме денег и права жить во дворце. Халис говорит, что еще он может дать. Кая говорит Халису, что ей нужно отдать свою любовь, что ей нужно испытывать боль и что ей нужно знать, что у Нукета проблемы со здоровьем. Нукет говорит, что она живет как две женщины одновременно, хорошая и плохая, и борется с собой. Когда Халис говорит, что исцелит ее, Кая разочарован тем, что не получил от Халиса того, что хотел. Кая говорит Халису, что Нукету нужна любовь, а не лекарство. Халис зовет Архану, приводит к себе Каю и говорит, что будет учить работу в компании. Разумеется, Архан будет против того, чтобы Кая заменил Фуата в компании. Халис снова оскорбляет Архана и требует, чтобы он подчинялся его приказам. Шефика раскрывает тайну Латифа, покидает дом Гульгун, возвращается во дворец. После ухода шефики Гульгун и Сейрон говорят, что слышали новости от шефики, которые уничтожат Халиса, и ей следует об этом подумать и поговорить. Сейрон говорит, что пойдет в магазин Латифа и спросит об этом. На следующее утро Гульгун готовит чай и сообщает Сейрону, что вызвала работницу, чтобы она убрала дом. И этим работником будет Саджида. Тем временем друг подруги Сейрана сообщает ей, что у него есть работа в торговом центре. И она говорит, что не сможет этого сделать, но если Сейрон это сделает, то она сможет это сделать. Подруга Сейрана рассказала, что она тратит 3-4 часа на разрисовывание лиц детей в торговом центре в костюме клоуна и получает за это гонорар. Сейрон соглашается работать в костюме клоуна. Гульгун возражает против этого и дает Сейрону деньги на ее расходы, говоря, что это не соответствует ее положению и что она никогда бы такого не сделала. Сейрон злится и ссорится с Гульгун. Затем Сейрон уходит со своим другом. Утром Латиф будит Каю и велит ему одеться и пойти на работу в компанию. Суна счастлива и говорит Кае, что госпожа Ифакат, должно быть, предложила эту работу, и если да, то мы должны поблагодарить ее. В это время Суна подслушивает разговор Ифаката с Арханом. В комнате Ифаката Архан спрашивает у Ифаката, просила ли она у Халиса про Каю работать в компании. Ифакат говорит, что она этого не делала и что у нее нет глаза, чтобы увидеть Каю и Суну, и если у нее будет возможность, она вышвырнет их обоих из дворца. Тем временем Архан говорит Ифакату, что до сих пор сожалеет о сказанных этих словах. Суна боится услышать эти слова и рассказывает Кае все, что услышала. Кая говорит Суне, что он ничего не боится и что никто не сможет выгнать их из этого дома. После этого все мужчины семьи Корхан переходят работать в компанию. Уходя, Кая говорит, что оставит Феррита в плане работы. Феррит в шутку бежит к своей машине и говорит, что догонит его. Чтобы не пропустить продолжение видео, не забудьте поставить лайк и написать свое мнение в комментариях, подписаться на мой канал и включить колокольчик. Увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok